Федор, я Золя-1, зажигание! Валя-1, дается зажигание. Ровно 56 лет назад в этот день Юрий Гагарин совершил первый полет в космос. Тогда советский летчик-испытатель провел на орбите 108 минут, совершив один оборот вокруг Земли. Уже по приземлению космонавт стал настоящим народным героем. Его улыбка стала визитной карточкой не только советской, но и мировой космонавтики. 2017 год знаменателен тем, что ровно 60 лет назад был запущен первый искусственный спутник. 110 лет исполнилось бы генеральному конструктору космических ракет Сергею Королеву. Также 80-летний юбилей празднует первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Поэтому поводов для открытия этой выставки сегодня было достаточно. Я сам служил в авиации и с детства любил небо. Эта любовь сохранилась у меня надолго. И когда полетел в космос Юрий Алексеевич Гагарин, я задался вопросом, как преподнести нашей молодежи тот подвиг, который совершил Юрий Алексеевич Гагарин. Вместе с тем в развитие космической промышленности заметный вклад сделала и наша республика. В начале 70-х годов в Киргизской ССР был основан Институт космических исследований, где трудились ряд наших ученых, инженеров и конструкторов. Один из них – Джанебек Шершиналиев. В свое время он был ведущим конструктором этого института. Тогда за цикл работ по разработке бурительного аппарата, который впервые в истории доставил на Землю лунный грунт, он и его команда были награждены переходящим красным знаменем ЦК КПСС и Совета министров. Они называются для систем управления, для систем измерения, для систем контроля. И основным показателем является именно доставка лунного грунта на Землю. В этом смысле институт автоматики сделал специальный бурильный аппарат, которым доставили грунт на Землю. Вот это вот конкретный большой, так сказать, вклад именно для космических задач. Ну, решали ряд задач по летательным аппаратам, по другим аппаратам и так далее. Кроме того, еще несколько наших ученых сделали вклад в развитие космической медицины. Это академик Арстамбек Алтымышев, а также Мирсаид Мирахимов. Первый создал ряд препаратов, которые вошли в практику космической медицины и используются по сей день. Мирахимов же провел множество научных исследований негативного влияния космоса на здоровье человека. Его работы доказали, что высокогорные тренировки повышают устойчивость организма человека к невесомости, ускорению и гравитации. Исследовалось влияние гипоксии на организм человека, высокогорной гипоксии. Как вот эта тренировка высокогорной гипоксии поможет укрепить состояние здоровья космонавтов. И каким образом он может предотвратить негативные эффекты космоса на организм человека. То есть, вы знаете, что в космосе в первую очередь влияет негативно, там отсутствует притяжение, невесомость. И второе, гравитация, ускорение. А еще уроженец нашей республики Салиджан Шарипов является 88-м человеком, побывавшим в космосе. Первый его полет состоялся в 1998 году на американском корабле «Индевэ». Второй он совершил уже в качестве командира корабля «Союз-5» и бортинженера экспедиции на Международной космической станции. В течение полета Шарипов дважды выходил в открытый космос.